Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите экономический календарь, подготовленный для вас компанией ИнстаФорекс. С вами я, Екатерина Недачина. В четверг и пятницу финансовые рынки будут следить за следующей статистикой. Так, в США опубликуют данные по объему незавершенных сделок по продаже жилья за апрель. Согласно прогнозу экономистов, количество сделок по сравнению с предыдущим месяцем возросло на 1,3%, а по отношению к 2012 году – на 9,4%. Отметим, что в марте, как сообщила Национальная ассоциация риэлторов, объем незавершенных сделок по продаже жилья в США увеличился на 1,5% в месячном выражении, при том, что в феврале индикатор снизился на 1%. Годовые темпы прироста составили 5,8%. Помимо этого, в Японии выходит важный индикатор – индекс потребительских цен. Срединные оценки аналитиков предполагают, что апрельский показатель снизился на 0,7% в годовом исчислении. При этом месяцем ранее цены упали на 0,9%, и это падение стало самым значительным за последние два года. В то же время индекс потребительских цен без учета свежих продуктов питания понизился на 0,5% в марте, хотя аналитики прогнозировали падение на 0,4%. Без учета цен на продукты питания и энергоносители потребительские цены упали на 0,8%. Кроме того, в Канаде станут известны данные по ВВП за март текущего года. Ожидается рост индикатора на 0,1% против февраля и на 1,5% по отношению к марту 2012 года. При этом предыдущие данные показали, что в феврале рост ВВП был более высоким, а также превзошел прогнозы экспертов. Так, канадская экономика с учетом сезонных колебаний нарастила 0,3% по сравнению с январем и опередила ожидания роста на 0,2%. Отметим, что в феврале ВВП Канады увеличился второй месяц подряд. В годовом выражении канадский ВВП повысился на 1,7% в феврале. Это был календарь на важнейших экономических событиях от компании Инстафорекс. До встречи!